Здравствуйте! На ваших экранах снова программа «Колейдоскоп» и мы, ее ведущие, Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. Сегодня мы, как обычно, предлагаем вам взглянуть на жизнь нашего города под другим углом и понять, что она гораздо интереснее и ярче, чем нам кажется. Вот уже на протяжении 13 лет, в первую субботу августа, рязанцы, да и не только рязанцы, стремятся в местечко под названием Глебово городище. Здесь собираются любители истории и те, кто хочет весело и интересно провести время. Среди них в этом году оказалась и наша съемочная группа. 637 лет назад произошла Великая битва, которая, вполне возможно, изменила дальнейший ход истории. Ведь ее итогом впервые за время татаро-монгольского ига стала победа русского воинства над золотоордынцами. Согласно летописям, события разворачивались на реке Вожа. Правда, где конкретно, до сих пор неизвестно. К сожалению, место битвы найти крайне сложно. Это видно даже по примеру поиска Куликовской битвы. Хотя мы знаем более-менее точные привязки, что она проходила при впадении неприятного в Дон. Здесь же мы знаем, что летописи нам говорят только о том, что битва была где-то на Ожи. Протяженность Вожи чуть больше 100 километров. И то она изучена примерно наполовину в плане археологических исследований. И тем не менее, именно здесь каждый год устраивается праздник, посвященный победе русского оружия. В этот день у каждого, кто сюда приезжает, есть возможность на небольшой промежуток времени перенестись в прошлое. Уже при входе на этот театрализованный праздник все гости могли познакомиться с историей этого места. А помогали им в этом специально установленные здесь информационные баннеры и сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Место, само собой, интересное. Помимо того, что здесь где-то произошла известная битва 1378 года, здесь располагается наибольшая концентрация памятников археологии, которая датируется от эпохи бронзы до 16-18 века. Здесь же гости битвы на Ожи могли познакомиться с наиболее интересными находками в Ожской экспедиции, которая работает в этих местах уже на протяжении шести лет. Интересная находка – это бронзовый амулет в виде ключа, который являлся символом, который должен был оберегать богатство хозяина. Однако главное действие праздника развернулось на поле Блистелы, посвященной в Ожской битве. Здесь была отслужена лития в память всех погибших за Родину, а потом зрители поприветствовали почетные гости этого праздника. Кульминацией же стала инсценировка событий, произошедших 637 лет назад. В ней приняли участие клубы исторических реконструкций и военные Рязанского гарнизона. Для последних подобные бои были в новинку. Мечом я никогда не владел, поэтому очень трудно, приходилось все осуществлять новые приемы, щитом ходить тоже, это довольно много усилий надо. Ну а после окончания главной части праздника гости еще долго не разъезжались, с удовольствием принимая участие в работе различных площадок. Не удержались от эксперимента и мы. Сегодня на поле вожеской битвы можно было не только стать свидетелем исторической реконструкции, но еще и почувствовать себя настоящим кузнецом. Подкова, монетка или гвоздь для кузнецов, которые занимаются этим всю жизнь, ковка подобных изделий – дело несложное. Наверняка они могли бы и оружие выковать, такое же, каким более шести веков назад били татар. Но сегодня у них иная задача – приобщить желающих к кузнечному делу. К слову сказать, весьма непростому. Попробуй-ка таким орудием попасть по горячей железяке. Да еще с такой силой, чтобы она приобрела нужную форму. Но, кажется, у нас это получилось. Ну что ж, за время работы с журналистом я пробовала многое, но вот подкову ковала впервые. Надеюсь, что она принесет счастье нашей телекомпании, ну или в крайнем случае мне лично. Кроме этого, на праздники можно было пострелять из лука, познакомиться поближе со средневековыми доспехами и даже сфотографироваться в них. Этот доспех повторяет доспех византийского тяжелого конника, катафрактария. Он изготавливался или из железных пластин, или из кожаных пластин, или перемешку. Знать нашу историю, чтить традиции, помнить о существовании исконно русской культуры. Именно такие праздники помогают нам в этом. Радует то, что с каждым годом на подобные мероприятия съезжается все больше гостей. Значит, интерес к прошлому растет. А это, в свою очередь, является залогом правильного будущего. Как это ни печально, но лето подходит к концу. Близится новый учебный год, а это значит, что ребятам осталось совсем немного времени для отдыха. И провести его надо максимально с пользой и весело. Например, можно сходить в трогательный зоопарк. И этот зоопарк действительно трогательный. И не только потому, что все его жители вызывают умиление, но еще и потому, что любое животное здесь можно потрогать, погладить и даже покормить. Наш зоопарк является в принципе уникальным, потому что у нас нет никаких клеток. Все наши звери являются ручными. Всех можно потрогать, погладить, покормить, поиграть и напрямую пообщаться с очень многими животными. Кто из нас, будучи еще маленьким ребенком, не мечтал погладить кролика или покормить забавного ослика? Теперь взрослые могут осуществить свои детские мечты. Ну а дети, которые растут в городе, зачастую даже не знают, как выглядит цыпленок или коза. Могут довольно близко с ними пообщаться. Но общение с животными, как известно, надолго заряжает позитивом. Так что неудивительно, что у трогательного зоопарка уже появились постоянные посетители. Дети к нам приходят в 5-й, 6-й, 10-й разы. Причем приходят не только местные жители, но и приезжают из ближайших городов. Мне здесь нравится гладить всех. Это не как в других зоопарках. В других зоопарках там все запрещается. Это нельзя трогать, то это нельзя. А здесь вот кого-то бери в руки, гладь. Ну мне нравятся эмоции моего ребенка. Это самое главное. То, что зверей можно всех погладить, потрогать, покормить. Это немало важно для детей. Такие пушистые, такие ходят, такие лапки, такие мягкие. Я думаю. Да, очень хочется зайти и погладить. Этот уникальный зоопарк открылся в Рязани в декабре прошлого года. Многие тогда подумали, а некоторые, кстати, думают и сейчас, что все эти зверушки приехали в наш город лишь на время. Но, к счастью, для жителей Рязани этот зоопарк является стационарным. И в любой день любой желающий может познакомиться с его жителями. В первом зале, который носит название в гостях у фермера, ребята и их родители с нетерпением ждут забавные цыплята, овечки, козлята и даже мини-пиги. Сейчас у нас родилось семь крошечных поросяток, и вторая свинка готовится к рождению малышей. Морские свинки, кролики. Совсем недавно здесь появился новый житель – сом, которого можно назвать ручным. Он с удовольствием пощекочет вашу ладошку усами и даже даст себя погладить. Во втором зале вы сможете познакомиться с различными рептилиями, узнать обо всех стадиях развития бабочек и полюбоваться тропическими красавицами. Наверняка в восторг вас приведут свинки-скини и африканские ежики. Но если вы почувствуете, что кто-то пролетел над вашей головой, не пугайтесь – это крыланы. Их еще называют летучими собаками. Они абсолютно не опасные, невероятно милые, и главное – они едят с рук. А совсем недавно в этом зале появились новые жители – пара очаровательных шаншилл. Достаточно интересное животное. У них из одной луковки растет до 70 волосков, поэтому они такие пушистые, мягкие. Это прекрасное животное для содержания в домашних условиях. Во-первых, оно абсолютно гипоаллергенное. То есть даже у тех людей, у кого есть аллергия на шерсть домашних животных, шаншилл никогда не вызовет аллергии. Кроме того, они не линяют, они могут частично сбрасывать шерсть, только в очень каких-то опасных условиях. Соответственно, дома такого не бывает, поэтому шерсти от них никакой. Они достаточно простые в уходе, от них мало грязи, абсолютно нет никакого запаха. И плюс к этому – это прекрасный друг для детей. А в последнем, третьем зале вас ждет ослица-мышка и самые настоящие страусы. Один страус у нас учится танцевать, потому что у нас целый день практически работает телевизор с музыкой, с роликами. Он там, видимо, подсмотрел, и вот уже нам тут пируэты выделывают. Жители этого зала, впрочем, как и двух других, с удовольствием примут у вас из рук угощение. Самое главное – кормить их правильно, с ладошки, иначе животное может слегка вас укусить. И не потому, что хочет вам навредить, просто для них не существует границы между кормом и вашей рукой. Кстати, угощение можно приобрести на кассе трогательного зоопарка или же принести с собой. Если вы несете корм из дома, это должны быть овощи помытые, почищенные и порезанные на кусочки, чтобы животным было удобно кушать. Потому что бывали случаи, что можно капустку, приходят с целым почином капусты, говорят, мы там будем отрывать по листочку. Поверьте, нам не жалко, нам не трудно, но режьте, пожалуйста, все овощи дома. Также, если это яблочки, они должны быть почищены от шкурки, потому что импортные яблоки, обработанные воском, наносят вред животным. В свою очередь, мы покупаем только наши отечественные яблоки, которые выращены в естественных условиях и хранились также в естественных условиях. Ни в коем случае нельзя приносить нашим животным хлеб, печенье. Это очень тяжелая для них пища. В трогательном зоопарке, который расположился на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Малина», можно не только познакомиться с животными, но и узнать о них множество интересных фактов. А еще сфотографироваться, загадать желание, прикрепив ленточку с ним к волшебному дереву. А в пятницу, субботу и воскресенье здесь можно послушать живую музыку и весело провести время за работой на мастер-классе. Мы проводим мастер-классы по изготовлению различных сувениров с использованием перьев наших птиц, скорлупы яиц и других материалов, которые мы берем у нас в зоопарке. И вот 30 августа у нас будет грандиознейшее крупное мероприятие. Это будет называться «Русский день». Мы приглашаем гармонистов, приглашаем русских хор. Будет мастер-класс по изготовлению народной куклы. Мы будем угощать наших посетителей чаем из настоящего самовара, угощать вареньем, блинами. И очень хотелось бы всех наших друзей в этот день видеть у нас. Кстати, если увидите на улице вот такую машинку, знайте, что вы можете абсолютно бесплатно на ней покататься. И узнать у водителя ветеринара все самое интересное о трогательном зоопарке. Хотя, сами понимаете, лучше один раз увидеть, а еще потрогать и погладить. Жители трогательного зоопарка, расположившегося на третьем этаже торгово-развлекательного центра «Малина», будут только рады. К сожалению, не всем животным повезло так, как героям нашего предыдущего сюжета. На улицах нашего города в большом количестве можно увидеть бездомных, голодных, беззащитных кошек и собак. К счастью, еще остались неравнодушные люди, которые своими силами стараются решить эту проблему. Эта милая дворняшка по кличке Джерри могла бы замерзнуть холодной зимой 2009-го. Но ей повезло чуть больше, чем ее бродячим собратьям. Она попала в добрые руки, которые ее вылечили, согрели и дали дом. Сегодня в Рязани все чаще неравнодушные люди объединяются, создавая сообщества для помощи бездомным животным. В их числе теперь группа «Петс энд Хьюманс». Группа сначала была создана ВКонтакте, создана она была 5 лет назад. Оттуда, собственно, все знакомства, все новые люди узнавали, что да как. И так получалось, что мы начали набирать животных. Идешь и на улице котенок сидит, щенок. Мы просто не могли пройти мимо. На что есть у меня одна моя квартира, куда что она и пошла, это под бездомных животных. Пока в это сообщество входит всего 7 человек. Оля и Даша в их числе. Несмотря на то, что девушки учатся и работают, они все равно находят время для ухода за бездомными кошками, которых они забирают с улиц, моют, лечат и для которых в итоге находят добрых хозяев. Юсю я подобрала буквально позавчера, шла, она сидит на остановке, господи, такое зрелище жалкое, потому что у нее и глазки больные. Конечно, для решения проблемы бездомных животных нужно немного больше, чем одна квартира и 7 добрых девчонок. Они и сами это понимают, но отступать не собираются. Наоборот, верят, что в их силах все изменить. У нас есть территория, которую мы взяли в аренду, но эту территорию надо выкупить и обустроить. На это нужны немалые деньги, которые мы, естественно, собрать своими силами никак не сможем. Нужна помощь неравнодушных людей. Мы планируем ее выкупить и именно создать приют в Рязани, чего у нас пока нет. На выкуп и обустройство территории для приюта нужно около 700 тысяч рублей. Собрать эти деньги реальным. Население Рязани составляет более 500 тысяч человек. Если всего лишь 7 тысяч из них выделят из своего бюджета 100 рублей, у сотен несчастных собак и кошек появится дом. Если вы хотите войти в число этих 7 тысяч, звоните по телефону, указанному на экране. На этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Надеемся, что вам не было скучно. Увидимся с вами ровно через неделю. В калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова